Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Сидмерс Цивилизейшн 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикреплённом комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала, спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Нетфликс. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Тут ещё вот клетки, ну тут надо стену вот сюда идти делать, да и сюда, кстати, тоже стену. А здесь, конечно, лесопилку. Да блин! За пять ходов второй раз, по-моему. Нет, надо корабль строить. Фак. Так, стали варенье открыли. Электричество там. Электричество там. Блин, тут столько места ещё. Народ вообще нифига не заселял. О, я вылечился. Надо бежать отсюда. Ой. Тут что-то больно бьют. Так, театралка, амфитеатр пока. Библиотека, универ. Так, куплю, короче, этого инженера. А, уже на строительство чудес. Так, ну этого я точно покупаю. Вот прям сто процентов. У нас есть одно чудо, которое нам надо. Француз, куда ты расселяться будешь? Это там покупаешь поселенцев. А, есть у них дейки. Вот это внизу, вот это вот всё? Ну, там не всё. Там небольшой остров, но вот хочу туда выехать. Фига, он небольшой. Тут большой остров. А, есть вообще? А, я ещё не расселил. На 108-м ходу расселяться дальше. Ну, чисто так вот, по опыту. Ну, судя по тому, что мы... Тут большая вероятность, что будет победа по очкам. Есть. А, типа, там масштаб империи, да? Ну, тут дофига места. Чисто и скрыт, так и зависит. Так, Густав Эйфель у нас в Тюйсянь отправляется. Ну, там более каждый ход происходит. Торговца нанимаем. Так, а у нас в Шенгете всё ещё наше? Нет, уже деда. Да я охренел. Я только починил стены, опять хрень какая-то. А у тебя убило корабль, что ли? Там нет, стоит. Нет. А тебе есть иметь помочь вообще с этим фрегатом ещё? Я не знаю. Ты видишь, фрегат там нет? Какие-то нету. Я там лечусь. Ну, лагерь ты убьёшь, да? Я надеюсь. Да. Так, пятилетний план, отлично. Я первый, кстати, в идеологиях. Выжженная земля, археологический. Ну, кстати, археологический я сейчас построю. Я тут точно археологический два хода. А тусу надо. Первый посол, ладно, ждём. Надо будет применить. Тут где-то будет ещё промышленная зона, скорее всего, от какого-нибудь из этих городов. Но пока фермы ставим, у нас всё равно зарядов немерено. Два, два. Кстати, вот эту клетку вот так мы сделаем. Дет, будем в союзе заключать? Нет. Опа. Нет, ну у нас дружба просто. У меня союз, у меня много этих самых-то на пути. Канди объявила Шенгетти в войну. Чё? А, ты опять перекупил Шенгетти, что ли? Да. Германия читает прям сто процентов на Чёного. Вообще, мне бы тоже почитать, но мне лабы сначала построить. С одной стороны. Ну блин, ну это круто ещё. Наверное, надо сначала даже почитать, а потом уже строить лабы. У меня как бы вера есть его купить. Но сейчас Шенгетти опять перекуплю, чтобы ещё больше веры капало. Потому что Шенгетти очень много веры даёт от караванов. Блин, убили мне тут скаута всё-таки. Ладно, вернусь полечиться, наверное. Блин, я не увидел этот фрегат. Вон он, увидел. Он уплыл. Уплыл. Блин, да-то Юани не дотягивается. Ну в Ченду не дотягивается и Луньси. Я тут сделаю промышленную зону в самом Ченду. В итоге... В итоге... Три хода. Давайте, наверное, ещё на какое-нибудь чудо оставим. Я думаю, что мы тут за три хода и так построим. Так, пока держим. Так, подождите. А у нас должна коммунизм вроде где-то открыться. Нет? Нету? Так, давайте в канализацию тогда пойдём. Откроем демократию. Так, ну и чё там набивает? Блин, немец вообще офигительно набивает. Немец 167 очков великого учёного. Читает как не в себя. Учёный хороший. Учёный хороший, да. Блин, мы явно не успеем его взять. Французы сообщают, что большинство их городов теперь исповедуют умные игры. Мы же даже уже приняли, чтобы убивать их этих... Миссионеров. А они как бы не ездят. Ты ещё дать кого-нибудь обратил? Я вообще сейчас не сдержу с этим. А, вот где коммунизм. Три фабрики. Германия не против тоже приобрететься комменным играм? Мне по барабану. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Надо что-то быстро открыть, чтобы вернуть обратно карточку. Почему такая война за Шенгетти? Что? Почему такая война за Шенгетти идёт? Ну, веру много даёт. Ну, мне нету смысла уже бороться, так что лучше лабы строить. Не успеем мы. А нафига за митл такой батл? Переброшу пока в центр. Не знаю, какое я чудо собираюсь строить. Пока. Ай, не успел обстрелять. Так. Классовая борьба. Три фабрики. Ну, тут я построю фабрику третью. Блин, ну вообще у меня угля не хватает. У Франции дофига. Надо попробовать у Франции купить. У Греции, кстати. Они, наверное, просто не используют их. У меня больше всего Франция использует. Я на втором месте. Как раз Египет. Египет мало. И Турция ещё использует, похоже. Германия почему-то мало. Я думал, у него уже нормально так производство. Не, ну у него нормально. Там от соседства Ганс идёт производство. Они... Так, давайте, наверное, сначала у Грека торганём. Грек предложение. Что он там купил, интересно. Блин, Биг Бен хочется построить. Но не пойму пока где. Кстати, Оксфордский университет можно. Давайте вот сюда. Чё, нет? У нас есть великий человек. На это дело. Блин, убили в Стамбуле агента. Так, уголь выкупил. С кем ещё можно? Германия. Ну давайте с Франции. Сколько у меня тут? Максимум 7, по-моему. Вот 8 можно. Давайте ему соточку заплатим. Франция предложение. Так, пока закрома углём заполнили. Ооо, какое-то чудо у поляка. Блин, у Сулеймана столько люксов, а с ним торговать нельзя. Да, захватывай. Тут бы своё выдержать. 314, 161. Нормально. Ну классовую борьбу мы отложим, правда так как канализация готова. Артефакт, блин. Нам в Сиане нужен археолог, я ему куплю. Артефакт надо добыть. Чтобы открыть нефть. А, нет, это танчики нефть у нас. Слушайте, надо переработку открывать. Надо переработку открывать. И купить трёх мушкетёров. Ну, вообще один у нас есть, двух купить. Корпус как раз будет. Боже, какой у меня. Гляньте на Тюйсянь с собором Василия Блаженного. А, ты уже посолок там, да. Вкусный, вкусный. Оксфорд я не смог. Дед построил Оксфорд. Ладно, возьмём мировое влияние. Кстати, 50 для... Так, озарение случайного эпохи. Так, здесь археолога купим. Тут переработку... Ага, через... Ну, я думаю, что мы добудем артефакт. Или нет? Что-то я не вижу. Тут далековато, конечно. Ну, добудем. Ладно, пока открываем это. Тут классовую борьбу. Теперь пока открываем, ладно. А, ну, вообще, линейный... Там три линейных пехотинца. Это перевод, как всегда, неверный. Нам нужно три линейных пехотинца. Так, так. И тут апнем. Ускорили? Ускорили стандартизацию. Давайте её, наверное, пока откроем. Блин, а я... Так, вообще, плохо, что я, кстати, не понял. Я сюда потратил... Точно плохо. Я потратил... Заряд великого инженера на него. Есть дамба. Дед Бородет. Транцов, дружба. Так, и ждут жилья не хватает, чтобы все эти классные клетки обрабатывать. Да, да, следующий ход. Тут надо... Амбар, по-моему, я уже построил. Смотри, да, добро. Канализацию надо строить просто. У тебя всего плюс два жилья. Надо бы карточку какую-то на жильё поставить. Но одна уже стоит. Самарканд, маскат. Вообще, маскат... Плюс у них довольство в городах. Вот давайте ещё маскат попробуем засоюзить. Довольство. И мне подороговать надо. У меня явно довольство заканчивается. Пока мы очень ровненько идём. Очень ровненько. Француз начинает немножко отставать. Походу, мы его распилим, мне кажется. С дедом. Надо алюминий открыть. Наверное, сначала вот тут соберём. Не, канализацию давайте. С дедом. Канализация, нам 4 канализации надо, так, 1, 2, 3, еще в Пекине Видимо, тоже 4, для того, чтобы демократию найти Так, сколько у меня сжигается? 3 угля в ход А нету ли где-то поблизости у нас? Мне надо бы, ну, больше угля, конечно же А торговать как-то жалко Нет, нету, походу, незанятого Жаль Ну, вот здесь, но, блин Хотя, слушайте, тут соль Может, реально сюда отправлю Давайте, наверное, купим посело И отправлю туда В принципе, если я поставлю, то зашибись будет Тут 2 соли Вообще-то Да, слушайте, так и сделаю Так, не у меня, слава богу, буря Опять не поторговал Давайте сначала попробуем поторговать Если у нас есть вообще чем Два трюфеля Германия Предложение Сначала радио точно откроем Потом двигатель ВС И нефть И нефть Так, тут нужен рабочий Все это починить Там вообще достраиваю Куплю тут фабрику В мастерскую и фабрику Должно хватить денег Что по великим людям Здание дают 2 производства И на 3 клетки дальше влияет Ну, блин, я уже строил Хотя, слушайте, вообще Для того, чтобы вот на Тайюань Влияло, можно, например Ну, стоит ли его покупать? Что-то жалко Так, сейчас мы увидим Ученого Следующим ходом Забирает Этого ученого Польша Возможно, османы Еще тоже Может, мне, кстати Купить апостолов В Пекине И реально обратить Француза Так, а сколько у нас Союз с французом? 7 ходов Ну, наверное А, у меня нету У меня нету алюминия Кайф Распил Француза Ай, блин Вот это подстава, да? 2 Блин, а как бы мне Рент забрать? Что, во рту идти? Это, опять же, зависит от того Есть ли у меня нефть, правильно? А он разведывательное управление Он не сможет за веру покупать Но у меня единственный шанс Идти во рту И Рен артой забирать Все Демократия за коммунизмом Забавно Продолжение следует... И что, мы не ускорили Ускорили Так, ну я, наверное Демократию открою сразу Или можно сейчас коммунизм принять Или, блин, оставить теократию Чтобы Арту Закупать За веру дешевле было Мне кажется Так надо сделать Мне надо дорогу в Рен Мне надо Караван в Рен какой-то Отправить Из Ханьданя Причем Ну, чтоб быстрее Просто отбегал Но без алюминия Тут бессмысленно Мне надо Нападать на Рен Просто Исходя из того Что там алюминий Тем более У француза 339 силы У меня 680 Ну, я уверен Что Дед Будет нападать На француза Вне зависимости От того Буду нападать я Или нет Кстати, Рен К Рену Надо Флот Подвезти Еще Так Этот Тут Пускай Стоит Где у нас Еще Плавают Так Вообще Вопрос в нефти Если у меня нету нефти То я и Портой не смогу Напасть Понимаете Конечно Очень дебильно Так Не, ну эти Пускай Или я уже сделал Кругосветку Нет еще По-моему Так, а где Броненосец Что-то Броненосца Не видать Бля, опять Куда-то Строителя Отправил В жопу Я же тут Строил Чтобы брать Пшеницу Блин Куда я его Вот отправил Сюда Зачем А, чинить эти Надо вернуть Еще Давайте Одному Сделаем Так Следующим ходом Увидим Нефть Пшеница Ладно Пока Верфь Тут Надо тоже Будет Прийти Убрать Эту Пшеницу Надо было Дед Бородет Брать Так Сколько У нас Ходов Девять Ну Должны В золотой Вот Сейчас Мы должны В золотой Век Выйти Так Где Мой Броненосец Блин Вот Возвращаемся В родную Гавань Чё Пошел Ход Так Нефть На воде Нефть На воде О Знаете Возможно С максимальными Стихийными Бедствами Рассинхронно Это как Часть Геймплея А Это как Стихийное Бедствие Да Дополнительное Да Челлендж Мы же Выбрали Путь Страдания В Тулузу Надо Значит Или В Париж Нет В Тулузу Так А вам Буаз Тулуз 11 1 10 А Буаз Нет Буаз Похуже Наверное Видите Хоть так Дорогу Проведем Но Рен Надо Забирать Будет Конечно Же Так Здесь Мы Убираем Надо Еще Вот Здесь Купить Этим Разведчиком Погулять По Бескрайним Степям Строителя Так А как там Чтобы на воде А у нас таймера нет Нет У вас нет У меня есть Так Надо убрать Сказать Таймер Они Не всех Рассинхрон был Поэтому Не без таймера Сядет Можно Разведчиком Так Так А где У нас Я кину Право В пластмассах Ну как он будет Глядь Ну так У меня два хода Пока Наверное Анна Пошли в электричество Я думаю Пока Центр вещания Здесь Исследовательские Гранты Тут Исследовательские Гранты Так Проверим Энергию Только Тайюанид Исстаёт Ну очень Доугольная Строится Мне надо Кстати Углём Поторговать Ещё Глянем Может У кого Алюминий У немца И нефть У француза Так Давайте У грека Купим Грек Предложение Так Мне кажется Нету смысла Уже Отправлять К французу Германия Предложение По-моему У меня есть Сирес Я сейчас Гляну Ну Проверь Я По-моему Нет Франция Предложение Так Ну у меня тут Походу Будет сейчас Кругосветка И я Выйду В Золотой Век Так Чё-то у нас Не тревляет Губернатора Мгновенно А тут А тут А тут кто-то Другой Убирал Губернатора Прикиньте Это не я Не знаю Больше Кто-то другой Убрал Тут губернатора Ему Прикол Лаба Хотя Аквапарк Можно В Цюинсяне Сделать Будет Неплохо Не Давайте В Хандане Кстати Рабочего Нам тоже Нефть Можно Будет Обрабатывать Три Ресурса Нефти Ее Надо Срочно Будет Обработать Франция Предложение Я Уже Принял И Крутой Уход Дальше Так Следующим Ходом Присоединяем Надо Эту Открывать Чтобы Тут Буровые Платформы Сделать На Воде Так Войнная Академия Есть Тридцовские Гранты Я здесь Буду Покупать Это Единственное Место Где Я могу Армии Покупать Так Демократия Блин Я же Хотел Ладно Ладно Блин Тридцовские Странно В следующем Подум Морские Морские Юниты А Давайте Наверное Использую Возможно Буду Там Караваны Француза Снизу Грабить Потом Блин А я Аня Вот еще Есть Думал Я уже Две Полевых Пушки Не Сделаю Блин Вон Где Компьютеры А у Меня Тут Много Чего Зальет Вообще Кругая Светочка Народ Польши Надеются Что Германия Будет Рада Иметь Такого Соседа Поляк Плохо Расселялся Надо было Ему Все Заселять Конечно Много Тундры С другой Стороны Но Место У него Явно Хуже Ресурс На Который Я Поведу Сейчас Поселяться Блин Он Уже Аэродромы Делают И Но Пока Тут Лесопилка Не Мешать Я Ему Просто Заберу Но Аэродромы Он Сделал Ого Блин Немец У тебя Тут Снизу Эти Мина Сжейросы И Броненосцы Там Ужас Ниже Эрфурта Я Не спускаюсь На Вод Там Какой-то Страх Вообще Так они Сейчас Придут Твой Эрфурт Забирать Пусть Попробуют Ну что Военное Ведомство Взять Ладно Королевское Общество Так Пластмассы Открыли Сначала Здесь Обработаем Ну вот Там Еще Нефть Так А этим Сюда Наверное Там Конечно Стены До сих пор Не Ладно Давайте Здесь Сделаем Строителя Кстати Может Еще Пару Военных Лагерей Действительно Давайте Вот тут Военный Лагерь Сюда Бахну Ну то есть Чтобы Ни в Одном Городе Покупать Юниты Угольные Здесь Можно Военный Лагерь Или Вообще Аэродромы Лучше Аэродромы Мне тоже Понадобятся Я их Правда Не Открыл Еще Ну Пора Открывать А че Женева Дает 15% К науке Когда вы Не ведете Поэтому У меня 643 Науки Киты Янтарь Кофе Знаете Что Подержу А когда Объявлю Войну Французу Посажу В РН Чтобы Его Видеть На всякий Случай Так Тут Отложу Один Ход Буду Строить Наблюдательный Воздушный Шар А если Я Ртуть Отдам У меня Две Останется Одна Я смогу Поставить Корпорацию Промышленное Промышленное Три Три Хода Ну Успеваю Я правда Сейчас Буду Только Корпуса Покупать А не Армии Потому что Мобилизация Не открыта Но я думаю Корпуса Пушек Арты Он Франции Заслужил Повышение Ракетчик Ясненько Прокачиваем Шпионов Чтобы Космодромы Ломать А там Остальные Были Интересные Польша Предложения За 15 Сойдет? Так у тебя же там дофига У тебя скоро предел будет Ну Мне самому Надо будет Ну давай Блин Почему все Караваны Через Францию Бегут Жопа Ладно Так Ванилка Очень слышно Все что ты там Делаешь Так У кого там еще Германия Германия Предложения Так Сколько у нас Стоит Теперь Арта 645 Корпус В конце Хода Надо будет А Подождите Блин Немец Не хочет Продавать Не ладно У грека Мало Так Тут Строим Наблюдательный Воздушный Шар Нет Давайте Вот тут Один Ход Нам Одного Должно Хватать На самом Деле Так А что Здесь Тогда Аэродром Не хочу Канализация Не нужна Фабрика Не нужна Может Кораблик Кстати Линкор Дальнобойный Жмем Кнопочки 39 Ходов Да Так Этого Я в Рен Хочу Я пропускаю Ходы Ждем Когда Союз Терен Так Вижу Ну Куда Нибудь В Город Отправить Так А что Там У Китая 665 Военному Ну А у Египта 891 Не Не Всего Числа 635 Ааа В этом Плане Спасибо Блин Как вы так быстро Ходите У меня Тут еще Столько Всякого А вы Уже все Все Отстреляете Все Закончили Ход Быстрая Рука На деком Западе Леша А ты Всегда Когда Когда В лаву Выходишь Потом Переключаешь Города На Производство Науки Или Нет Я сейчас Не переключал На Производство Науки У меня Просто Вот Сейчас В городах Нечего Строить Вообще Я бы Не переключал Я даже Еще Я бы Сказал Не все Переключил Я Специалистов Не зафокусил На науку Еще Приди Линкор Уголь Не Блин Может Не строить Линкор Давайте Не линкор Давайте Кавалерию Ну и Не танки Потому что Опять же Нефти Не хватает Так Все Покупаем Здесь Надо Вывести Отсюда Э Придется Пока Просто Покупать А почему Один Тут уже Три Должно Капать Минус Два Зарезервировано Для Производства Для Какого Производства Тупость На какое Производство Зарезервировано Египет Так Аккуратно Воткнул Аэродром Прям На моем Материке Я вот У него Спрашивал Передем Как мы Грузились Он Промолчал Забавно Это Как бы Понятно Зачем Неужели Угроза Угроза Какая С Четырех Позиций А на Карте Покажем Утопление Уж Мах Молчали блин то есть только в нихен мне можно посылать чтобы не через территорию но затапливается 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 фак вот сейчас сделаем так Так, ну теперь, я думаю, можно и танчики сделать, уже нормально начинает идти, уже где-то 20 туда, ладно, не буду уже туда посылать, ждем. Да блин, ну почему не открылась, фак? Опять культурный захват. Просто все сюда в осаду. Прошла осада, как мне кого-то убили. А, ладно, это фигня. Китай, кого-то осуждает собрался? Похоже на то. Где-то, сколько у тебя еще дружба с французом? О, франция, франция. Да, 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 франция уже, надо готовить. Пять ходов. Вообще, по-хорошему надо было бы с Леона начинать, но надо брать Рен. Ну что, францию-то будем спасать, нет? Спасать? Это будет сложно, но можно поучаствовать. Можно военку кинуть. У тебя там есть потенциалов к обороне? Ну, на него с другой стороны дед будет нападать. Тут, да. То есть вы хотите от меня его спасти, чтоб дед полностью забрал или как? Не только он может воевать на два фронта, понимаешь? У Египта рядом есть два потенциальных противника. Мы против воен, поэтому. Да, тоже за мирное развитие. Я, к сожалению, вынужден здесь это делать. Я тоже, может, с удовольствием и не воевал бы. Но игра вынудила. В общем, тут сделку посмотри. Ты меня опять... Я слышу, Леша, сделку посмотри. Польша, говорю. А, Польша. Польша приняла к сведению ваше пожелание. А ты просто так мимо ушей пропустил, да? На этом пока все. Продолжение спонсоры канала. Могут поискать уже в плейлисте. Ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Вот. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за просмотр!